Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Ну а сегодня давайте взглянем на японский премиум. Итак, сегодня в прицел к нам попал Lexus RX 3-го поколения. Встречаем! Этот кроссовер выпускался с конца 2008 по 2015 годы. В отличие от своих немецких конкурентов, за те же деньги, Lexus был консервативен. Он полагается на атмосферные бензиновые V6, дизельных моторов не предлагалось, и у него обычный шестиступенчатый автомат. Зато в этом поколении Lexus RX появилась проекция на лобовое стекло и адаптивный круиз-контроль. Акустическая система в дорогих комплектациях управляется чем-то похожим на джойстик, ну либо похожим на мышку. Этот кроссовер может быть напичкан панорамной крышей, вентиляцией сидений, крутой акустической системой. В общем, в этом плане он практически ничем не уступает своим немецким конкурентам того же размера и цены. Так чем же все-таки он отличается? Отличается он какой-то вот такой домашней атмосферой с космическими нотками на борту. В общем, в какую сторону этот Lexus лучше своих конкурентов, ну либо он хуже? Давайте сейчас разбираться в этом. Самому старому Lexus RX 3-го поколения сейчас 15 лет, но по кузову этого не скажешь. То есть кузов может быть пошарпанным, подмятым, но не ржавым. В общем, о коррозии пока беспокоиться не стоит, но стоит подумать об антикоррозийной защите колесных арок, а также днища и обработать внутренней полости кузова консистентным раствором. Замечено, что бамперы стали хрупкими, идут трещинами при малейших столкновениях, особенно в мороз. Зато кузов RX 3-го поколения не дрявый, как у предшественника. То есть о попадании воды в салон можно не беспокоиться. Основной свет у дорестайлинговых RX Xenon. Xenon, как источник света, со временем портит напыление на отражателях позади линз. При этом, в первую очередь, размывается светотеневая граница, а затем свет фар становится все более тусклым. Такой износ отражателей происходит после 12-15 лет эксплуатации этих машин. Способов реставраций много. От замены отражателей до восстановления их покрытия, ну и можно поставить новые линзы, ну или заменить фары. К пробегу в 200 тысяч километров могут устать дверные петли. В первую очередь, это касается петель водительской двери. Петли из-за износа втулок начинают скрипеть, вдобавок и дверь может просесть. Благо, в Lexus RX 3-го поколения используются обычные петли, которые используются на десятках автомобилей Toyota и Lexus. Цена по 25 долларов штук. Еще возможны проблемы с сервоприводом задней двери. Если сервопривод не способен вот так вот открыть заднюю дверь, но способен ее закрыть, ну в этом автоматическом режиме, то надо на кое-что обратить внимание. А нужно обратить внимание на датчики, которые находятся вот здесь вот в боковинах. В них окисляются контакты. Ну а если сервопривод вообще не подает признаков жизни, то может помочь пропайка, либо же замена блока управления. В целом электроника Lexus RX 3-го поколения надежна и систематических проблем не имеет. Да, случаются поломки насосов редкие заднего и переднего стекла, но может выйти из строя один из парктроников. И еще один нюанс – пробег Lexus RX 3-го поколения хранится только в приборной панели, то есть не в блоке управления, и поэтому легко корректируется. Если приборная панель может вам врать о пробеге, то состояние салона вам о нем расскажет. Поклонниками этого Lexus замечено, что материалы интерьера не такие долговечные. Например, кожа протирается, появляются складки, заполировываются вот этот набалдашник КПП, а также заполироваются дверные ручки. В общем, это естественно субъективно, но следы износа на этом интерьере появляются раньше, чем у предшественника. Интерьер получился довольно-таки скрипучим. Скрипит не только передняя панель и дверные карты, но и другие детали интерьера, а также скрипят опоры заднего сидения и даже петля задней двери. Все это на разных машинах проявляется по-разному. Почти на всех RX 3-го поколения появился стук, хруст и цокот во время езды по дорожным неровностям. Вдобавок, может ощущаться легкая дрожь на руле. Так вот, эта неприятность случалась уже после пробега в 20 тысяч километров и может быть до сих пор. То есть может ощущаться до сих пор на Lexus в 2023 году, если владельцы не устранили эту проблему. Стук возникает на вале мотора-электроусилителя. Этот узел находится на рулевой колонке. Он находится буквально над коленями водителя. Нужно снять пластик под рулевой колонкой. Там, к рулевому валу, перпендикулярно ему закреплен электромотор, и его вал на свободном конце корпуса вала есть крышечка. Если подковырнуть ее и снять, то вы обнаружите источник стука. Грубо говоря, скрип возникает на усиках, фиксирующих скобе вала. Этот скрип устраняют очень просто. Вставляют несколько витков пружины. Идеально подходят витки пружинки из ремкомплекта тормозных суппортов Жигулей. При больших пробегах может появиться люфт и стук в рулевом карданчике. Его крестовины можно заменить на неоригинальные. Lexus RX 3-го поколения выпускался с тремя видами двигателей. Младшая версия RX 270 под капотами V6 мощностью 188 л.с. Это очень надежный двигатель, хоть и сделан в духе времени. То есть легкосплавный блок и фазовращатель. Но врожденных проблем в нем нет. Да, есть мелкие проблемы в виде подтекания масла, помпы, ну и так далее. Зато цепь ГРМ ходит аж 250 тысяч километров. В общем, настоящий полумиллионник, если менять масло раз в 10 тысяч километров. Двигатель в более популярной версии RX 350, как в нашем случае, нельзя упрекнуть в неубедительном ресурсе. Супер-мега популярный 2G RFE ходит по 500 тысяч километров, если не экономить на масляном сервисе. Да, случаев капремонта этого двигателя хватает, но это вызвано перегревом из-за загрязненных радиаторов. Проблема с износом впускных клапанов и выпадением их седел в первом цилиндре уже не беспокоит, потому что здесь нормальный короб воздушного фильтра с добротным бумажным вкладышем. Еще у этих моторов нередко тарахтят фазовращатели, но на работу системы изменения фаз это не влияет. Еще нужно убедиться в том, что масло к фазовращателям задней ГБЦ подается по цельнометаллическим трубкам, а не по ненадежным с резиновыми вставками. Еще нужно следить за течами масла по прокладкам и сальникам, а также не упускать из виду трубки снизу для подачи масла. Пока немецкие конструкторы еще думали о своих гибридных кроссоверах, Lexus уже запустил второе поколение RX 450H на базе дефорсированного двигателя 2GR FXE, работающий по циклу Аткинсона. Этот двигатель работает в паре с бесступенчатой трансмиссией на основе двух планетарных редукторов. У большинства машин еще один электромотор находится на задней оси, хотя в США есть Lexus 450H только с передним приводом. В общем, гибридный Lexus RX 3-го поколения надежен. Надо смотреть обязательно за помпой в контуре охлаждения инвертора. Ее надо менять превентивно каждые 150 тысяч километров. Негибридные Lexus RX 3-го поколения оснащаются АКПП шестиступенчатыми от Aisin. U660F для полного привода, либо же U760E для версии с двигателем 2.7. Это практически идентичные трансмиссии. Очень надежные. Но надо хотя бы раз в 20 тысяч километров, ну на крайняк 40, проводить частичную замену АТФ. На частичную замену АТФ идет примерно 4 литра масла. Также необходимо менять фильтр с чисткой поддона каждые 60 тысяч километров, чтобы защитить гидроблок от продуктов износа гидротрансформатора. Короче, если вот этого всего не сделать, то что я сказал, то с этими трансмиссиями начнутся проблемы уже к пробегу в 150 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на ИСТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас объявление. Если вы разбираетесь в устройстве автомобиля и хотите применять свои навыки на практике, милости просим в город Минск на наш огромный шестиярусный склад. На шестиярусный склад компании АвтоСтронг. Короче, мы ищем ребят в нашу команду. Если вам это интересно, добро пожаловать на работу в АвтоСтронг. Все ссылочки и подробности я оставлю в описании. Ну а теперь минутка рекламы. В АвтоСтронге вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Мы на СТО и продолжаем. При больших пробегах появляются вибрации, на поиски которых уходит очень много времени. А источником является задняя опора двигателя, ее демпфер изнашивается. Также источником стука со временем могут стать другие нижние опоры двигателя. Рулевая рейка на этом поколении Lexus RX электрическая. И как вы поняли, электромотор находится не на самой рейке, а на рулевом вале. Особых проблем рейка не создает и легко чинится заменой втулок. Иногда, чтобы побороть стук в рейке, надо подтянуть прижимную гайку на ней. Но если под гайкой пружина ослабла, то тогда подтяжкой не поможешь. Надо тогда подложить шайбу под пружину. Полноприводная трансмиссия у Lexus RX 350 пока ничем плохим не отметилась. Угловой редуктор и задний редуктор будут служить очень долго, если каждый 50 тысяч километров менять трансмиссионное масло. Lexus RX 3-го поколения частенько встречается с пневмоподвеской. В нашем случае она пружинная. Так вот, пневмостойки служат примерно 200 тысяч километров. Затем может еще появиться износ опорных подшипников. Но опорные подшипники отдельно не меняются. Они являются компонентом стоек. Заменителей нет. В общем, если какие-то вопросы по пневмостойкам, либо придется покупать новые, которые стоят по 1000 долларов за штуку, либо же искать специализированный сервис по ремонту пневмостоек. Иногда владельцы меняют пневмоподвеску на обычную пружинную. Для этого для передка нужны пружины, стойки в комплекте с опорными подшипниками. А для задней оси нужны только пружины, потому что амортизаторы здесь установлены отдельно. Подвеска этих кроссоверов живучая и долговечная. Даже стойки стабилизатора и втулки ходят по 50 тысяч километров. Стоимость оригинала за стойку 50 долларов, за втулку 10 долларов. Не оригинал раз в пять дешевле. Впереди, как и у предшественника, стойки Макферсона. Рычаги стальные, шаровые, съемные. Открутил три болта, можно снимать. Оригинальная шарва стоит 60 долларов, оригинальный рычаг 200 долларов. Сайлентблоков по оригиналу нет. Но можно выбрать из огромного числа неоригинала. Средняя цена 15 долларов. Задняя подвеска по сравнению с машиной предыдущего поколения выглядит не столь причудливо и ходит долго. Первые замены сайлентблоков приходились на пробег в 150 тысяч километров. Сайлентблоки придется покупать не оригинальные, так как оригинальные идут только с оригинальными рычагами. Вот этот большой сайлентблок продольного рычага стоит 50. Пара сайлентблоков плавающих в точках крепления к ЦАПФе стоит 16 и 50 долларов соответственно. Поперечные рычаги можно покупать не оригинальные, потому что есть не оригинал на любой бюджет. Цены на другие сайлентблоки в принципе в том же ценовом диапазоне. Очень редко встречаются Lexus с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Они сочетаются с пружинной подвеской. Это с точки зрения надежности малоизученные детали, но создается такое впечатление, что служат они долго. Lexus RX 3-го поколения – это премиум про домашний комфорт, классный гибрид и немного футуристичный интерьер. В плане обслуживания эта машина очень легка на подъем, потому что дорогих неприятностей с ней не случается. Только лишь могут огорчить пневмостойки. В общем, если вам нужен надежный, симпатичный автомобиль, то эта машина точно для вас. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».